Доброе утро! Всем привет от Полонского. А утро сегодня доброе, потому что Бововна непонятная. Сначала была на Кучково. Как она там сейчас называется? Господи, забыл. А, Москва! Да, на Москве же. А потом, ну вообще красота, в полчетвертого утра была просто персик, а не Бововна. Персик. Персик, а не Бововна в Севастополе. Во время на оккупированном. Файном украинском месте Севастополь была Бововна. Да. Итак, друзья мои, по утверждениям расистов, было не менее 10 ракет крылатых со стороны Украины. Каких именно? Да, Аллах его знает. Какие это были? Наверное. Как утверждают расисты, сбили они 7 штук. Ну, верить расистам, знаете, это себя не уважать. Поэтому пускай лают все, что хотят. Мы знаем одно. Прилетело по 34-му заводу. Это судоремонтный завод, который ремонтирует в том числе и военные корабли. Прилетело по его южной бухте. Практически полностью уничтожено два больших корабля. Первый это это БДК проекта 775. БДК, по всей видимости, Минск, который там находился на текущем ремонте. Сгорел. И подводная лодка класса Рапуха. По всей видимости, речь идет о дизель-электрической подводной лодке Ростов-на-Дону. Восстановлению не подлежит куча металлолома. Полностью уничтожены. Это знаете, стоит посмотреть видео. Видео здесь у нас на телеграм-канале. Их там много. Реально много видео. Еще раз говорю, я не размещаю на Ютубе, потому что авторство видео не мое. Я такие вещи не размещаю, потому что Ютуб этого не любит. Реально очень много видео оттуда приходит. Попадания были ночью. Я не знаю, сбивалось ли что-то на самом деле. Были ли это ракеты Storm Shadow или это были ракеты Neptune или это может Scalp. Мы не знаем. В любом случае, мы могли применить любые из этих ракет. Сколько их было? Ну, минимум три было. Минимум три прилета было по территории этого предприятия временно оккупированного рашистами. Они были точными. Куда стреляло их там ПВО? Я не знаю. На одном из видео мне очень нравятся комментарии местных, которые видят, как они не видели, как прилетали ракеты, они видели результаты. Да, ну, чтобы вы понимали, вот эта подводная лодка, такую подводную лодку, если рашисты новую захотят построить, это года три при нынешнем состоянии дел, может, пять лет строили бы, да? БДК, я даже не знаю, они такого сейчас вообще построить не могут. Это такой же БДК, как вот этот оленевод Шойгу, помните, подбили совсем недавно, что его тянули потом, это дроном подбили? Да, это точно такой же БДК, такого же проекта, большая дура, построить ее это годы, это годы, это миллиард долларов, наверное, при нынешнем российском воровстве, ценах. Короче говоря, новые уже до кончины России, они такой уже не построят, да, то есть вот два БДК у них вылетело, буквально и нету, да, это же еще не все, оказывается, в море нашими надводными дронами была атакована вереница российских кораблей, которая, возможно, драпала в тот момент из Севастополя, видимо, когда они там стояли, скорее всего, я так себе объясняю, они там стояли на рейде и начали уходить, когда поняли, что в Севастополе больше черноморский и этот корытный флот стоять больше не может, потому что эти корыто будут уничтожены моментально, они, видимо, начали сниматься с якорей и уходить, и в этот момент были атакованы надводными нашими дронами, по крайней мере, об этом говорят расисты, они говорят, мы, конечно, уничтожили все дроны, а сколько вы дронов уничтожили, они знают, вот так вот, и не знают, но дроны были, но они их уничтожили, посмотрим, и что-то, понимаете, меня очень сквозит такая ситуация, они говорят, что корабль, по-моему, называется Василий Быков, и Быков, есть у них такое корыто ржавое, вот, то говорят, что именно он уничтожил, знаете, когда перефразируешь то, что они говорят, они же брешут, как собаки, господи, это простят меня собаки, ничего плохого не хотел о вас сказать, хорошее животное, вот, но вот расисты, они говорят неправду в большинстве случаев, то, если вот послушать, то, что они говорят, что Василий Быков там что-то там отразил, то у меня есть серьезное подозрение на то, что этот Василий Быков, конечно, отразил собственной кормой, может, мордой, вот, посмотрим, не говорю, что это так, но, зная, как говорится, с кем приходится иметь дело, процентов на 50, возможно, что это вполне таки было, таки так, да, скорее, возможно, да, вот такой вот момент, то есть, ребята, это был фантастический по качеству, фантастический по эффективности удар по российско-фашистскому флоту, я их неоднократно предупреждал о том, что послушайте Полонского, драпайте, вообще драпайте в Новороссийск, а еще лучше вытаскивайте ваши корыта на берег и, значит, постройте для них большой бункер из бетона, потому что вот эти ваши корыта, они в Черном море ходить не будут, ну, они будут плавать, вот знаете, что плавает? Вот я об этом, да, вот, кверху килем, ну, вот так оно, собственно говоря, и получается, потому что в акватории Черного моря не осталось точек, куда Украина не может достать, где Украина не может достать российско-фашистские корыта. Поверьте мне, достанем, обязательно, в любой дешке. И да, ГУР уже подтвердил как минимум поражение, уничтожение вот этой вот фашистской подлодки Ростова-на-Дону и не менее фашистского корабля Минск. Так что, то ли еще будет. И интересно, значит, у нас теперь еще идет два обновления. Смотрите, будет обновление по Москве, что там произошло, что там бахкало и горело, пока не знаем, беспилотники или виноваты, или это просто покурил кто-то где-то там, не знаем. И вот эта ситуация по надводным дронам. Были ли? А если были, то каким именно местом вот этот вот Василий Быков их там отражал? В любом случае, слава Украине, Крымце Украина!